Так, друзья, всем доброго времени. Сегодня мы не только посмотрим на результат наращивания, даже не так, не наращивания, а возвращение к жизни орхидей, потерявших корневую систему, но еще и одну из таких орхидей мы с вами распотрошим, достанем. Хотя мы уже несколько дней назад эту орхидею я показывал в пример, вот эту вот, потянул ее, точнее перед съемкой видео потянул, у нее все нижние корни, с которыми я старыми ее втыкал в этот грунт, они уже все. Вот вытащилась только вот с одним вот этим вот корешком, который полез в этот циолит. И вот сегодня мы дозавершим эту процедуру, снимем вот эту орхидею со старого пня и пересадим. И заодно посмотрим на результат, который, наверное, вдохновит других орхаманов. Я уверен, что многие из вас не раз слышали, либо от кого-то, либо где-то в группах, в комментариях, как кто-то, где-то, покупая в магазине обычный цветочный циолит. Вот он, это вот, вот такого цвета, вот такой вот он формация, этот цветочный циолит. Он еще такой же продается для кошачьего туалета. Но там бывает, он как глина растворяется, а это прям камушки-камушки, то есть они не растворяются. И, значит, такие вот как, знаете, как истории с хорошим концом, когда орхаман какой-то берет эту орхидею без корней, втыкает в циолит, поливает его водичкой, и орхидея чудесным образом начинает наращивать корни в этот грунт. И вот, значит, некоторое время назад я две таких орхидеи без корней поместил в циолит. Вот, в первом случае это цветочный, вот такой вот бежевого цвета он, вот. А во втором случае орхидея в циолите вулканическом растет. Вот, видите, корень пропустила, и теперь как кувшинка питается со дна. Вот здесь вот, здесь один циолит. Ну, внизу, правда, тут несколько кусочков керамзита, как и здесь. Потому что глубокие были стаканы, и надо было как-то немножко объем этих стаканов сократить. Что, собственно, керамзитом я и сделал. Так вот, друзья, несколько дней назад я уже показывал вот эту вот орхидею. Эту орхидею тоже вот, извините за выражение, прям на дурака. Я взял орхидею с потерянными, ну, там не с потерянными, а было пару старых полусгнивших корня. Я просто взял этот полупенек такой с двумя листиками, воткнул в этот циолит. Думаю, ну, там сгнет, да и не жалко, не сгнет, так ничего. Это мини-орхидея, называется она мини-беглип, Sogo Waker, такая, знаете, цвета, ну, как сиреневого цвета, маленький такой мини-орхидея, но беглипчик такой. Вот, покупал в магазине его, в обычном сетевом, с плохой корневой системой, полугнилой, еще зимой прошлого года. И вот принес домой, его обрабатывал, он гнил весь, разваливался, и я такой думаю, ну, почему бы и нет. И вот с разницей в один месяц, значит, это 17 февраля воткнул сюда в этот циолит, а чуть раньше на месяц зимой, ну, да, этого года получается, в феврале, это в январе, в январе этого года воткнул вот в этот вот этот. И периодически вот наливал воду сюда, чтобы циолит сверху, он был влажный. И почему-то думал, что пень будет наращивать корневую систему, на нем появилась вот эта вот малявочка такая вот, тоже выпустила свои корешочки, один из корешочков он пошел сюда в этот, как его, скажите, в циолит. Ну и все, и вот несколько дней назад, когда снимал видео, взял эту орхидею для образца, думаю, попробую, что тут, раз, а орхидея оказалось, что уже все. То есть пень у нас изжил себя, вот он его один лист, один корень или чуть-чуть такой остатки от него, и вот огрызок пня. А на нем, а ну вот еще корень один, вот последний, с которым я, собственно, в циолит и втыкал. Вот, а на нем выросла вот такая вот деточка. Значит, к чему я это все рассказываю? К тому, что очень много, часто подписчики и архаманы, новички, не хотят связываться с органикой. Вот буквально на днях я показывал, до вчера, как показывал, значит, наращивать и сажать в амхе, в живом, в сухом амхе, маленькие орхидеечки. Вот сегодня я, как пример, показываю для тех, кто не хочет связываться с амхом. Вот есть такие варианты, как, значит, циолит. В предыдущих видео я уже показывал, где у нас не только циолит, а керамзит, серамис, лава. Тоже в неорганике орхидея находится. Да вот я ее сейчас достану. Вот, пожалуйста. Вот, но здесь компоненты, которые они, ну, в магазинах особо не продаются, надо заказывать. Это лист старый еще с предыдущей, как мы, ну, ничего страшного. То есть, он такого цвета, это ничего страшного. Это орхидея, которую мы от вирусов спасали и без корней поместили сюда, и она начала наращивать корневую систему. И вот уже новые листики растут, здоровые, крепкие, все нормально. Вот. И, значит, как пример, вот эти вот орхидеи сегодня я показываю. Одну мы сейчас пересадим, вот эту вот, обчистим, зачистим ее. Деточку, время пришло. Ну, а вторая у нас пока продолжит наращивать корневую систему. Хотя ее тоже же пора доставать отсюда. Но для примера я еще ее подержу, чтобы видели, что можно спокойно поместить орхидею с плохой корневой системой, либо с отсутствующими корнями, прям в циолит. Главное его сперва промыть, этот циолит. И периодически его поливать, чтобы он постоянно был влажный. Вот видите, здесь у меня сейчас проблем с этим нет, потому что нижняя часть постоянно в воде, видите. И орхидея уже пьет, вот, нижним корешком. Здесь корней, короче, пень, который я сюда сувал, у него по всей вероятности корни уже не работали, вот, у этой орхидеи. Поэтому увлажняя вокруг, влажный циолит сыграл, как, знаете, как стимулятор роста, вот, у этой детки своих корешочков, вот этих вот. То есть, они все потянулись вот сюда, в этот грунт. Вот, вот, видите, вот эти еще не достали. Вот, то есть, влажный циолит должен быть обязательно. Если он будет сухой, то орхидеи, ну, то ничего не получится. Держать постоянно влажный мох или влажные кокосовые чипсы, это все-таки органика, и она подвергается, ну, как бы, скажем, разложению, гниению, привлечению, там, этих комариков, которые отсаживают личинки, яйца в органические грунты. Здесь такой проблемы нету. Здесь орхидеи, вот, они по полгода сидят в этих вот грунтах, и вообще проблем нет, только водичку подливаешь. Вот и все. В общем, друзья, ладно, давайте я по-быстрому сейчас отсоединю все вот это вот старье у этой орхидеи. Мы ее зачистим, вот эту вот нижнюю часть, вообще ее отсечем. Возьму я ее вот так вот полностью, чтобы она... Так, единственное, посмотрим чешуйку сейчас сниму, старого листа, где у нас эта пуповина проходит. Вот она, вот здесь, и резким движением, опа, вот так вот, все. Теперь я это дело все аккуратненько снимаю черноту. Вот тут корень старый, тоже его уберу. Все, вот так вот. Вот какая, видите, жирненькая пуповинка была. Я ее немножко припудрю. Так вот, все. Теперь мы ее пересадим. Пересадить я хочу, друзья, ее вот в такой вот двойной горшок самого маленького размера, потому что сюда у нас вот этот корень поместится. Вот этот лист, конечно, он нам мешает, да, вот. Вот, но мы его все равно посадим, орхидею с этим листом. Вот, вот так вот. Вот, да. На дно я сейчас кину немножко керамзита, чтобы сократить внутренний объем. Вот, вот так вот. Ну, а все остальное у нас будет грунт. Я уже приготовил. Точнее, знаете, как говорят, из того, что было, слепила и полюбила. То есть у меня вот есть здесь циолит немножко с кокосовыми чипсами. Вот, есть немножко вот этих вот, вот такой коры нарезанный сантиметр на сантиметр. И есть кокосовые чипсы. Вот, я хочу все это дело в кокосовые чипсы. Вот так вот. Коры немножко. И вот этого вот циолита. Замельчить немного, вот так вот. И теперь это все кокосовые чипсы растереть. И в такой грунт посадить эту орхидею. И поливать, значит, замачиванием. Так, вот так вот прям. Так, на дно немножко сюда коры кидану. Вот. Вот так. Теперь эту малышечку вставлю. Вот так вот. Корень у нас надо один до дна допустить. Вот сюда вот так вот до дна. Вот так. И теперь аккуратненько все это дело засыпать. Да, нелегкая работа. Держать это, вот, микробов пересаживать. Вот так раз. Так. Есть такое дело. Прижимаем с одной стороны. И сейчас ее корень с другой стороны. Вот так. Еще кокосовых чипсов возьму. Разотру их. Ну, чтобы они на волокна. Чтобы они не были этими, какого, целыми кусками. А чтобы они на волокна расползались. Вот так вот. И аккуратненько мы вот так. И так. Вот так. С одной стороны. И с другой. Здесь есть мелкая кора немножко. Значит, состав следующий. Грунта. Это циолит. Мелкая немножко кора. И кокосовые чипсы. То есть, вот такой состав грунта. Кокосовых чипсов, наверное, где-то 50%. И по 25%. Это циолит и мелкая кора. Вот. Все. Вот такая вот у нас получилась малявка. Значит, корень один у нас видать. Вот он. Тот длинненький. Ну и все. Сейчас мы бирку вставим. И надеюсь, что эта малышка разрастется. И порадует нас своим сиреневым букетом. Она такого мультифлорного цветения. Вот. Так. Вот он. Название. Так. Сегодня у нас 26-е. Вот. Все посадки стараемся подписывать. Чтобы понимать, сколько у нас на что времени уходит. 26-го, 0-8-го, 24-го. Все. Ну, а где-то, наверное, послезавтра я эту орхидею полью замачиванием. Вот так вот. На минут, там, ну, я не знаю, 15-20. Как получится. И все. Потом солью всю эту воду. И до следующего полива. Все, друзья, значит, подтверждаю, что цветочный циолит и вообще циолит в целом может хорошо являться грунтом для, как сказать, для не только наращивания корней, но и возвращения их к жизни, к реанимации, да. Вместо мха, вот, или вместо кокосовых чипсов, смешанных с, точнее, кокосовых чипсов, смешанных с керамзитом. То есть, можно и прекрасно циолит использовать. Он очень хорошо помогает наращивать корневую систему. Ну, по крайней мере, орхидеи не сгнивают в нем. Вот, видели только что, да, пень уже разложился, но процесс гниения не увлек за собой малышку. Ну, вот как-то так. Но, в любом случае, друзья, я уже вчера рассказывал в видео, что на наращивание корней, куда бы вы ни ставили орхидеи, их нужно сперва вылечить. Сперва избавьтесь от гниения механическим или химическим способом, а потом уже орхидею ставьте на наращивание корневой системы. Все, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующих видео. Всем пока! Продолжение следует...